Приветствую вас! В начале прохождения Crusader Kings 3 вышло множество обновлений на игру, поэтому предыдущие сохранения, видите, здесь пишется другая версия. Я, конечно, могу загрузить её, тем не менее, но это неизбежно приведёт к каким-либо критическим багам, поэтому это сохранение я просто удалю. Это такая игра, её особенности, свойства её разработки. Она разрабатывалась и ещё будет активно разрабатываться. В общем, у меня есть настроение поиграть за Русь, вернее, попытаться её создать. Обязательно включаем железную волю, максимальную сложность с одним сохранением. Так, ну, точнее, без сохранения, получается. Формально оно одно, когда мы выходим из игры, но если там нас убьют или ещё что-то, то катиться будет нельзя. Так. Выберем кого-нибудь, кого-нибудь посложнее. За больших я уже множество раз говорил, играть неинтересно. За Рюриковичей и так далее. Ну, просто потому что я уже знаю, что за них делать, как я буду расширяться, поглощать этих мелких, потом я стану самым сильным, потом контролить, чтобы не появлялись другие сильные, если появляются их там различными способами устранять. То есть там более проще всё. Конечно, тоже возможно проиграть даже за них, но гораздо меньше вероятность. Поэтому мне интереснее играть прям за таких, за самых слабых, ничтожных, то есть и приводить их, пытаться приводить их к чему-то. А возможно и внезапно династия будет прервана. В общем, посмотрим. Это, как вы видите, не в формате стрима. Всё-таки мне так удобнее иногда записывать именно летсплеем, потому что я могу поставить на паузу в любой момент, отойти. И в конечном счёте мне так проще допроходить игру, потому что я могу сидеть хоть до пяти утра, да, с большими перерывами, там, по полчаса-часу. А на стриме я полчаса-час, ну, я не могу сделать перерыв, соответственно. И запускать там несколько стримов в день тоже не самое лучшее решение. В общем, попробуем. Наверное, заполоск, потому что он самый слабый, только вот я вижу что-то с обновлением, почему-то тут немножко сдвинутый кран стал. Видимо, это с обновлением что-то они накрутили, вот здесь вот. Да, с русским языком, видимо. Ну, ладно, значит, какая тут армия? Сейчас посмотрим. 304 Аутурова, 406, ещё есть Козельск. Ну, Козельск прям вообще слабаки, такие элитарные слабаки, слабее просто не бывает. Все остальные уже сильнее. В принципе, я могу взять любую расу, любую расу и привести её к русской культуре. Вообще есть Козельск, действительно, прям. Ну, за полоск просто я очень много раз играл. Тут другая у них культура, насколько я помню, да, в Козельске. А, нет, тоже русская. А что-то у них было другое, по-моему, нет? Может быть, они изменили, потому что я раньше смотрел и по какой-то причине не выбирал Амажайск. Ну, можно тоже, можно за Козельск. Если что, там изменим. Вождь-Володарь. Сейчас подумаем. Ладно, что думать. Опять же, сложность максимальная здесь называется обычная. Но это, по сути, максимальная атака поджима. Все, включаем. Вот видите, сбрасываются они очень плохо при смене сложности. Так, все. Все, Козельск. Достижения доступны. Железная воля включена. Начинаем. Так, какой у меня стартовый получился ученый? Ну, в принципе, не самый плохой, хотя склонность у него к военному делу. Но, конечно, в принципе, можно пойти через военное дело, пока маленьких тут подобивать. О, повезло со стоимостью казуса Бейли, выносливостью, повезло со стартовыми. Не, наверное, тогда не через это, не через военку уже. Сейчас у нас племенной строй, поэтому все-таки, наверное, через дипломатию и величие как раз престиж плюс один в месяц очень пригодится нам. Так, то, что вы не в браке, это ладно. Может вступить этот сын. Нет, сводный брат, сводный брат. И он наследник, потому что у меня нету детей. Так, а Бобруйску, они с кем-то сильнее нашей. Армия, как всегда, у нас самая такая отстойная. Так. Ну, однозначно здесь нужны пикинеры. Как такие универсалы. И однозначно здесь, наверное, нужны стрелки. Легкая конница. Ну, какой тут тип местности? По-моему, у нас для конницы тут... Ну, леса, в лесах хотя бы она никаких дебафов не получает. На холмах уже получает дебафы. В болот... Ой, да, блин, болото. Тайга. Ну, в тайге вот в этих она не получает. В болотах получает. Тут все-таки у нас болот много. Да, болото, горы, холмы. Конечно, можно навязывать где-то бой без этого. Но, блин, у меня армия не такая большая, чтобы... Хотя, с другой стороны, ну, на болотах... Ну, нет, на болотах у них колоссальный... Колоссальный дебаф. Минус 20. То есть у них 10 урона будет. И 6 брони. То есть у них будет меньше, чем у пикинеров. Но смысла нету просто в этом. Как универсалов, поэтому лучше взять либо стрелков, либо еще одних пикинеров. Но, наверное, стрелков. Потому что много патчей выкатили. Я думаю, что сбалансированная армия тут... Скорее всего, должна быть лучше. Так что давайте так и поступим. Так, армия будет потихонечку собираться. В принципе, я могу с кем-то... Нет, ну, мелких я буду сейчас поглощать однозначно. Поделать претензию на графство. Я же могу им сразу объявить войну, если что. Да, благочить, завоевать графство. Так, ладно, посмотрим в совете, что мы можем внутренние дела между... Нет, ну, с внутренними у нас все и так в порядке. Усилить развитие в графстве, собирать налоги. Пока налоги тут все равно мне не так. Давайте развитие усиливать. Конечно, столицу я потом перенесу. Если тут не плодородные земли... Тут вообще, наверное, плодородных земель-то нету, господи, поблизости. Где тут плодородные... О, вот здесь племя. Так где это у меня? Кинугард. До него далеко. Невероятно далеко еще. Пахотные земли. Ладно, будем думать стратегически. В принципе... Нет, они значительно сильнее нашей. Нет до них пока. Но, может быть, потом мы такую рваную державу построим, просто чтобы столица у нас здесь была. Хотя это несет свои риски и недостатки. Еще нужно думать о переходе в феодализм. Помешать проискам. Поддержать происки. Искать секреты. Тоже полезная штука. Так, организовать ополчение. А вот это вот командиров пусть тренирует. Так. Ну, в общем-то, все. Жену можно взять. Чтобы помогала. Сейчас поищем. Так, сейчас по фильтрам поищу. Конечно, можно брать сразу со свойствами физическими. Но не факт, что они передадутся. Потому что у меня еще по династическому древу ничего не вкачано. Знаете, думал к дипломатии взять. Но потом вот свойства интеллект все-таки опыт образа жизни плюс 20%. Давайте, наверное, возьмем. Конечно, у нее есть тут какие-то дебафы. Но, в принципе, они не страшные. 22 культура другая. Ничего страшного. И также надо учитывать, что да, мы от этого союз никакого не получаем. Но все-таки есть шанс детям более интересные передать свойства. Так, и посмотрим у нас брат на что назначен. Вот ему уже жену нужно точно подбирать. Так, воитель. Он воевода, что ли? Нет, Феодор. Подожди. В принципе, у меня маршал какой-то мутный. Всего на единичку больше. Я, наверное, маршала заменю. Потому что как раз у меня с ним пусть на сводного брата. Пофиг на его отношения. Так, и вот уже этому брату, какую-то супругу с военным делом. С максимальным. Так, тут фильтры же сброшены. В принципе. А, я даже могу с ней плодовитой, кстати. Чтобы он мне конкуренцию не составлял. Но это, в принципе, все такое. Так, военное дело. 31 год, я ему 20. Ну вот крепкое тело, понятливость тоже интересная тут. Ему пригодится, как воителю. Хоть я его и не собираюсь посылать в походы. Хотя, возможно, сейчас первое время и придется посылать. Ладно, давайте вот с ней его сведем. Сейчас посмотрим, насколько у нас навыки у него вырастут. Сейчас десяточка. Так, все поженились. Но сейчас мне нужен престиж однозначно. Так. Почему-то бонусами навыки к военному делу супруги не добавились. Ну ладно, это не важно. А, там он должен быть этим. У него должен быть ранг определенный. То есть какие-то земли у него должны быть, а у него нет. Ну ладно, мне пока не до этого. У меня земель-то мало. Ладно. Все равно пригодится. Ну, нового какого-то он мне пригласил воителя. Это хорошо. Сейчас посмотрим. Запретим управленцам возглавлять. Ой, не, не заставить. Запретить, запретить. Воитель, пусть. Два. Но мне придется, конечно, больше подключить, потому что армия еще слабая. Так, давай еще. Размер увеличим. Какой-то жрец Елисей бросает мне вызов. Тут можно с ним в открытый конфликт вступить. Либо просто я ваш вождь. Вы смейте мне бросать вызов. Пусть 12 ужасов. Наилучшее решение, мне кажется. Так, армия почти собрана. Ну-ка, Бобруиск. Сильнее нашей. Все равно. Вот это вот интересно. Ну, придется, к сожалению, мне разрешить остальным тоже быть воителями. Все равно сильнее нашей. А что у них? Почему же сильнее? Это у них пикинеры, легкие пехотинцы. Так, а эти уступают наши. Ну, Можайск можно захвать. Сейчас Полоцк вот тоже уступает нашей. А вот эти, они, естественно, сильнее. Короче, Полоцк придется захватывать, наверное, вот так вот нам через всю карту. У них сейчас вообще армии нету. Ладно, давайте Полоцк попробуем. Все равно нам к Белой Руси нужно. Основной титул будет Белая Русь, скорее всего. Ну, хотя сейчас посмотрим тоже. Хорошо, что тут потерь нету за передвижение. Как-то немножко плавнее стала игра идти, или мне это кажется. Но с обновлениями, с патчами получше немножко. Раньше они такими рыбками немного двигались. А здесь как-то более четко. Давай, 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 захватывай. Так. Ну, есть. А что такое? А, вот. Все. Мы захватили Полоцк. Одним ловким движением. Давайте теперь посмотрим уровень развития. И вообще мест тайга. Максимум припас минус 20, просто развитие минус 5. Ну, понятно, что. А здесь у нас холмы. Максимум припасов минус 10, просто развитие минус 10. Блин, здесь еще больше штрафа. Преимущество защитника зато плюс 5. Я могу сменить культуру? Пока не могу, да? А, блин, какая нафиг смена культуры? У меня культура-то такая же. Тоже русская. Это я все почему-то зациклился на то, что в Можайске не такая. Так, ладно. В общем, надо иметь титул побольше, чтобы не раздробилось все при... При наследовании. Значит, у меня... На, герцогство Карачев. Блин, это вообще у меня с Хазарией. Не, я с ними сейчас не вытяну. Да, это ждать, пока они там раздробятся или типа того что-нибудь. Рутения. Империя Россия. А, ну, кстати, да, я могу не через Белую Русь, а через Королевство Рутения. Но это мне вот через это надо, кстати. Да, я так еще не проходил. Тоже интересно, кстати. Как вариант. Подожди, а... Вот это вот мне тоже, да, надо захватить мелкую, кстати. Да, и Туров. И вот это, кстати... Уступает нашей. Сильнее нашей. Вот этих, кстати, можно захватить рядом. Я думаю, даже... А, нифига себе, они сильнее нас. Ну, ладно. Ну, а Туров? Может быть, тогда подождите, пока у меня армия немножко отрегенится. А у меня она и так фуловая. В принципе, можно устроить пир. Сколько он стоит-то? 25 монет. Давайте, для престижа. Надеюсь, дополнительных расходов в процессе него не возникнет. Так, грабеж. Ой, они что-то мощные. Грабители чертовы. Ну-ка, если вот так, то что? Скорее всего, я выиграю. Ну, давайте. А то, видишь, что охреневшие. Королева беременна. Это хорошо. Престиж есть. Так, нагнал я чертяк. Не дал уйти с награбленным, так сказать. Это, кстати, кто? Канцлер... А, от Минска меня грабят. Минск меня грабят. Понятно, что он не сам это решил. Ему помогли. Так, может соседей каких-то тоже мне грабануть? Ну, у меня тут все уже какие-то ограбленные. Ладно, пока, давайте. Тогда армию... Так, лучников дальше прокачаем. Так, у меня религиозные беженцы. Я могу вожденство Себеш. Какую-то претензию получить и благочестие. Ладно, давайте так и сделаем. Так, еще один воитель прибыл ко двору. Чего-то я не могу армию никак распустить. О, теперь могу. Там, наверное, рядом какие-то были выражены. Так, армия-то у меня отрегенилась. А, нет, вот эти вот лукари еще не полностью. Сейчас подождем. Слава вас, идет по всей... Владарь назовем в честь тебя. Окей. Так, все. Есть сын. Наследник. Кто его будет воспитывать? Надо... Вообще, куда-то бы отправить его. Может, в Византию каким-нибудь гением. Дипломатом. Блин, нашел... В Пинске дипломата, но у него болезнь. Еще заразит ребенка. О, нашел в Богемии. Герцог 20 дипломатии. Вроде, как бы... Предложить подопечного. Пусть он обучит. У него культуру только не надо менять. Отлично. Я ему фокусы же еще не могу выбрать. Нет. Отлично. У него врожденное свойство тоже хорошее. Понятливость. Блин, Новосиль внезапно обрел... Видимо, мощных союзников. Да, за счет союзников они сейчас меня перевешивают. Ох, вообще не в тему, конечно. Ну ладно, придется все равно кого-то захватывать. Давайте Можайск тоже пусть. Территорий мало не бывает. У них культура другая, но это не проблема. Мы их обратим в свою. В какую надо, так сказать. Они тоже меня решили захватить. Так, я новое свойство получал. Схема сближения, отправить подарок, сила происков, престиж месяц за ужас. Нет, надо подумать, что мне тут взять. Что-нибудь, наверное, на престиж, потому что он еще очень долго будет актуален. Ну, соответственно, через вот эту ветку. Давай, давай. Есть, все, победа. Так, отлично, королева снова беременна. Владение 3 из 3. Я владелец. Ну и, собственно, можно изменять там уже культуру. Какого мне надо. Так, ну и контроль, конечно, надо усилить. Кстати, не только здесь, но и в... Ну и в этом, в турове или какого-то. У них вот еще в центре у Хазарии путивль. Тоже могу захватить сейчас. Наверное, нужно захватить, но с другой стороны, мне кажется, если я его захвачу, они получат как претензию на меня. Это, конечно, тоже я бы не очень хотел, конечно. Хазария пока сильно, а слишком. Но такую возможность упускать нельзя. Надо захватывать. Еще один наследник. Титул большой мне, чтобы наследники подчинялись главному наследнику. Все, захватил. Превышение уже. Могу, в принципе, сыну даровать. А, не могу, да? Интересно. Ну, а брату, если? В принципе, вот этому могу, да, сыну младшему. Равным моему ранг титулов становится. Не, это вообще не вариант. Блин, вот с титулом и проблема и вышла. Может, мне вот эта вот нужна земля? Карачев мне нужен. А с Хазарией сейчас не потягаешься. Да и с Минском тоже, блин. Да, неудобная ситуация. Я переключил жену на управленца. Не знаю, насколько это поможет. Мне, конечно, недавно получено хладение. Пока не приносит штрафов. Но со временем штрафы... Короче, я пока захватывать, получается, не могу что-то. Нужно как-то мне вот эту вот землю отжать. А как ее отжать? Я с Хазарией, если не вытяну. Как мне ее... Может быть, мне стать его этим вассалом и... Присягнуть на верность? Почему я не могу? Это конфессия разная. Но придется ждать, пока они с кем-то воевать начнут. И мне захватить эти земли. Но только... Все равно это не... Короче, надо посмотреть какие-то титулы, наверное, герцогства. Какие я могу захватить? Рязань. Пинск. Ну вот если, в принципе, если я Пинск захвачу и стану вот этим, титул себе возьму. Ну да, собственно, вот все мои вождества. Я могу от них плясать. То есть от Турова, да? От Полоцка, прошу прощения. Я также могу захватить тут и от Минска. Великое вождество, чтобы сделать. Но, опять же, я не могу пока с Минском тягаться. Надо смотреть, короче. И от Можайска я тоже могу что-то. Кстати, вот от Можайска. Нет, это тоже с Минском связано, блин. Герцогство Смоленск. Так, а пути, блин... Ну, конечно же, с Хазарией будет связано, да? Да. Так, надо посмотреть, короче, на кого я могу напасть. Так, чтобы как-то свой титул увеличить до Герцогства, до Великого Вождества. Вообще, конечно, сладкий, лакомый кусок это Киев. Потому что у них мощь равна нашей. И они с кем-то воюют. Нападают на персонажа. Да, наверное, это очень удобный момент. И у них там пахотные земли. Как раз куда мне столицу перенести. Великое Вождество, да. Наверное, да. Надо это делать. Надо делать, надо делать. Уполчение, конечно, неполное, но... Сейчас не до этого. Короче, захватываю. Наверное, сейчас давайте посмотрим стоимость. А, почему не могу? Репутации уровень и вторгнуться в королевство тоже не могу. А вот так вот, если захватить... Ну-ка, подожди. Киев. Там потому что пахотная земля. Да, если захвачу, это будет очень жирно. Конечно, я какие-то штрафы получу. Но потом я быстро захвачу еще что-нибудь у него. Хотя там будет потом, блин, перемирие. Ни туда, ни сюда, блин. Ниже знаменитости мой уровень репутации. Подожди. Сколько мне еще до знаменитости-то, господи? Две тысячи, блин. Да я не успею столько престижа заработать. У меня даже еще пир не откатился. Но придется какое-то время посидеть под штрафами, ребят. Наверное. Больше просто делать нечего. Возможность слишком удобная, чтобы ее терять. В крайнем случае, опять же, ну, блин, я отдам кому-то. Получается, тоже не могу отдать. Значит, я земли потеряю. Придется так делать. А что делать? Главное, не попасть в битву через реку. Ну, блин. Еще на меня могут напасть. Вот что надо учитывать. Так, возглавляет нормальный командир. Идем. Что-то их там дохренище немного. Они отступают пока. Давайте позахватываем. Ну, я так и знал, что никто войну объявит. Никто. Гнездово. Что это вообще за варвары? Ладно, мне сейчас надо этот захватить по-быстрому. А, сволочи. Тихо-тихо. Коршуны, блин. Так, я захватил и взял каких-то важных заложников. Но сейчас мне нужно отступить, чтобы Можайск удержать. Если я его не успею, то очень плохо будет. А я, походу, не успею, да? Я, конечно, победил тут по пути, но... Но они не столицу же захватывают. Они, правда, Киев могут отбить, эти гады. Я их побежу, мне пишут. Но, наверное, я не успею захватить. Понятно, что предел домена превышен. Понятно, что они сейчас вернутся, начнут отбивать. Но у меня даже потихонечку счетчик побед мотается. А куда вы? А куда вы? А что такое-то? Что вы? Куда отступаете-то? А? Козлики. Вы что, блин? Попутали что-то? Как раз... Ну, конечно, вряд ли мне так повезет, чтобы Киев обратно это не отбил. Сейчас мне надо с этими войну завершить. Еще, блин, потери вообще не предвиденные. А лучше, наверное, мне каких-то союзничку взять. Да, надо каких-то, может быть, гордариками, потому что я пока туда не планирую расширяться. Кто-нибудь у них тут есть свободный? Дочь. Еще и интеллект у нее. Давайте брак, ваш сын. А, он не примет, да? Типа потому что он слишком крутой. А с этим? С этим мне некого женить. С Хазарией не совсем... Не совсем разумно. Хотя у них вот есть какой-то... Можно брак, а опять не могу, да? А с Византией? Тоже, зараза. С Болгарией, наверное, тоже не получится. Я один в целом мире. Еще и потери, блин. Ладно, главное столицу не потерять. Давайте, блин, захватывайте. Демоноват, вроде нет, престиж пока терять я не хочу. Это там кто-то у меня что-то разграбил. Так. Одну войну я завершил. С какими-то придурками... С кем еще у меня? Вот с этими... С какими-то рабами Хазарского Каганата. Ой, блин, этот отбил. Обратно отбил гаденыш. Этих надо теперь задавить. Опять Елисей там что-то против меня козненький построит. Так, но у меня там важные заложники есть, в принципе. И надо мне вот эту вот отбить обратно крепость. И вообще армию отрегенить. Так, культуру я обратил, кстати. Теперь усилим развитие в Козельске. Контроль, что там, повышается? Почему прекратил это повышать контроль? Ооо, это что за хрень? Ливония? Что Ливония с... Что Ливонии надо с... Боже, Минск воспрял? А что им надо-то? Вождество Полоцк. А, они хотят вот это вот себе отжать? Как интересно. Ну, в принципе, знаете, даже мне не страшно сейчас потерять, потому что у меня все равно штрафы вон от этого. Так что можно им даже отдать временно. Посмотри, какие гадости. Кто это? Ой-ой-ой, от этого вот опасно. Надо армию возглавить. А это кто? Эстляндия. Надо им сдаться. Надо им отдать Полоцк. Лождество Полоцк. Правильно? Вот это. Да. У меня выбора нету просто. Все, отдал. Остальное все мое. Пусть это Минск с этим трахается. Тем, что там не принадлежит и так далее. Заодно штрафа у меня не будет. Так, 150 престижей я получил. За то, что поверил жене. А что Переславль-то хочет? Он хочет вот это, видимо. Там какие-то отделяются от Хазарии. Какие-то придурки. Так, а это Переславль-казаливание Путиваль. Они проигрывают мне, понятно. Ой-ой-ой. О, я так чувствую. Они не зря на меня идут. Я успею отойти-то. Да, мне надо отрегенить войска. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это Киев на меня нападает. Мне надо, во-первых, командира сменить. Написано, что равны шансы. Но тоже нет, не очень. Здесь лес. Лес. А какая у них армия? У них конец. Вот сейчас бы мне болото нужно. Или чтобы они реку форсировали. Вот здесь вроде река есть. Давай отступить попробуем. Но я, походу, уже не успеваю отступить, да? Я пройду через 16 дней, а эти придурки через 14 дней. Так, а если сюда через 17 дней? Всего не успеваю. Не успеваю. Не усп... Во! Вот сюда успею прийти. Вот сюда и потом, наверное... Ладно, сначала туда отступим. Микроконтроль. Так, отступил. Давай теперь сюда. Так, они пытаются меня догнать, но они меня через 13 дней. Я через 13 тоже пройду. Я вроде должен успеть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успел. О, написано, что я здесь. Оборона в лесу, лучший армейский командир, обороны переправочий. Да, вот у них здесь штрафы. Все, заманил. Заманил. Так, и могу ли я гарантировать себе победу тем, что перенесу точку и еще на ней войска заспауню? Некого, да? Некого мне спаунить, зараза. Надеюсь, эти-то меня тоже не обойдут. Ну, давай, встречаем. Узников можно выкупить. Так, это, наверное, с Киевом. Да, у меня важные узники. Наследник. Я еще с этими могу мир заключить. Статус-кво, либо, ладно, пока не буду вообще, чтобы престижа еще побольше отжать себя. Причем у меня престижа-то много, ну ладно, подкопим пока его. Сражаемся, мы проигрываем. Елисей получает слабое влияние. Кто это? Жрец. Че за... Солгать меня по дому? Че? Удается доказать святость брака. Открою ему глаза. Уровень благочестия. Получили 100 благочестия. Мне дается доказать святость нашего брака. Елисей просто мразота какая-то, короче. Даже пытается, что брак кровосмесительный с женой везде поднасрать. Реально прям соперник. Жрец. В такие моменты жалеешь, что не через интриги прокачиваешься. И, конечно же, тут на подхвате вражины идут. Так, я одолел Киев, но мне нужно на свою территорию вернуться, чтобы отрегениться, потому что потери очень серьезные. Статус-кво. Может тебе еще что-то дать? Козлина. Видишь, что захотел? Мир. Когда, блин, я уже... Ага, когда у меня 82%. Так, какие у меня есть? Устроить пир. Наемников я могу. Уже денег много. Нет, в долги я точно не хочу улезать. Тогда просто пир давай устроим. Могу еще боителей пригласить. 150 престижный. У меня запас есть, так что давайте пригласим. Так. Новое достоинство жизни. Ладно. Убийство, цель Градимир, отказаться от происков. Зачем его? Кто там его убивает? Чего собирается? Это не жрец же? Так, вот Елисей. Минус 43. Я смогу с ним влияние. У меня же есть это. Скиллы как раз на дипломатию. С ним отношения наладить. Да, и что там по сыну? Фокус дипломатии. Отлично. У другого сына. Тоже давай дать ребенку образование. Нет, не я. А давайте тот же, кто вот этого. Подожди, а ему кто-то дает образование? Перекращение опекунства. Где тут опекун пишется? Ну вот, вроде богем. У меня вот это. Приложить подопечного. Еще одного сына. Пускай он может обучить. Да. Так, а еще одного нет уже. Нельзя. Так, ладно. О, у него есть тоже еще один дипломат крутой. И я ему не могу, да, попросить? К двору отправить подарок. Нет, не могу. Ладно, поищем сейчас еще кого-нибудь с дипломатией. О, тут интересно. Серый кардинал. 40% опыт. Может он предложить подопечного? Ваш сын. А, нет, не может, да? Ну-ка. Тут у них там тоже нет. О, тут салимит. Я забыл, да. 27 дипломатия. Какой-то гений. Слишком, блин, слишком далеко для взаимодействия. Зараза. Не могу ему это послать. Вот еще с 20 дипломатиями. Но я не могу ему отослать. Он, видимо, своих детей обучает. Ну, вот дипломатия 17, в принципе. Наверное, неплохо. Но он, наверное, вояка больше. Вот дипломатия 22. Но у него псориаз, блин. Ну, ладно, давайте рискнем. Это, как говорится, светоч знаний. Того стоит, наверное. Так, отлично. Теперь дочь осталась. Но дочь можно в интриге пустить. Чтобы обучалась интригам. Так. Вот интриги 22. У верховного вождя литвы, кстати. Пусть обучает. Набираются пусть знания. Так. Так, ну, ополчение, конечно, у меня еще не до соборно. Но регулярные войска уже в порядке. Давайте, во-первых, переславлим. Завершим эту глупость. Что они там? Опа, опять на меня напали. Да что ты будешь делать? Через реку причем. Надеюсь, что... И в этот раз не подкачаем. Потому что через реку все-таки битва. Блин, охереть, сколько потерь. Лени невозможный, Елисей умер. А, этот конкурент умер, да? Отлично. Еще одна победа над Киевом. О, жрица. С ней уже хорошее отношение. Отлично. Так, это кто у меня там? Дипломат. Хм. Нанять за пять монет. Ну, давай. Конечно, фиговый дипломат, если честно. Ну, че ж делать. Тихо-тихо-тихо. Че-то они как-то быстро меня... Ёпта. Да. Надо было отступить. Ой, суки. А, и там, и там. Зажали со всех сторон. Чертилы. Причем, четыре процента осталось. Мне даже не надо... Фигула. Ой-ой-ой, фигула. Ой-ой-ой, фигула. Все, фигула. Так, это с кем победа? Козельская заво... Киев. А, я, видимо, верховного вождя их пленил. Да, я пленил верховного вождя. Но повезло. Они, короче, всеми силами на меня. Он вообще бешеный какой-то дикарь. Меня нападать решил. Все-таки получилось захватить. Теперь остались только вот эти мудаки. Подлые. Там три процента осталось. Три процента от дерьма. А, отступаете, падлы. Ну, я, конечно, очень на кончиках пальцев прям сейчас затащил. И еще рано радоваться, мужчина. Так. Он мне заплатил бабло и всякое такое. Отлично. Так, армию давай распускаем. Так. Я могу создать титул? Наверное, я, конечно, не могу. Так, давай узников выкупаем. Нафиг они мне нужны. Больше я не могу, да, никого? Ну, ладно. Так. Кстати, я же знаменитость теперь, наконец. И денежек много. Все, у него денег вообще нету. Воители малочисленные. Давайте охоту созовем. Тоже престиж. Все такое, как говорится. Так. Вождество Киев. Вот мне. Могу сделать первым. Так. И как тут великая вожесть в Киеве. Это надо мне вот это захватить. Градство, герцогство. Вот могу. Но. Это я. Уровень репутации. И модификатор нарушенной пирамиды. Общий минус 50. Нет. Слишком большой штраф. Через сколько? Сколько у меня с ним мир-то будет еще покорить персонажа? Тоже не могу, зараза. Главное, что у меня сейчас с основным моим ничего не случилось. Штрафы мы переждем. Охотничий трофей. 150 престижа еще. Отлично. Деньги у него все кончились. Ну ждать только. А делать больше нечего. Ой, у меня управляющий пропал. Что-то у меня фиговые управляющие. Остались. Так, сколько у меня там с ними перемирия-то еще? От перемирия до 882 года. Ой, еще дофига. Может там у них сменится что-нибудь. Власть сменится. Посмотрим. Даже могу что-нибудь построить, но... Если это не исправили, я не знаю, с патчами не читал. Слишком много всего. Потому что все постройки пропадают. Так, а стресса у меня и так нет. Искать врача, кстати, можно на всякий случай. Пусть будет врач. Чисто на всякий случай. Самый хороший. В рамках. 150 престижа еще. Отлично. Ой-ой-ой. Можайск. Причем он такой сильный. Как он такой сильный-то? Че-то я запутался. Написано, что они сильнее меня. Союзников у них нету. Подожди. Откуда они будут нападать? Давай посмотрим. Так, армия у меня готова. И че? Ну пусть нападают. Или мне на них придется идти. А, меня там грабить идут какие-то, да? Мудаки. Ну да, у меня есть что пограбить. Как не вовремя, да? Козлиные какие. Так, надо подождать, пока у меня армия отрегенится. Все, отрегенилось. Идем вот сюда, на столицу. Че-то вообще странно. Они объявили, и там... О, опа-опа-опа. Оборона в лесу. Больше солдат, лучше команды. Так, а если отступить могу? Не успею, не успею. Вот сюда, если только успею. Но тут написано, что шансы равны. Более многочисленное противодействие, лучше командир. А кто у них вообще-то? Лукари. Ешут его знает. Рискнем. Проигрываем, да? Все-таки. Да, херово. Так. Придется с кем-то заключать сейчас, наверное. Какой-то союз. Либо... Наемников просто. Наймущат. И посмотрим, как они запоют. Лесные стражи. Лесные стражи. Блин, а я не могу пополнять лесных стражей. Зато и легкую конницу могу пополнять. Каспийские налетчики. 199 как раз. Ну и что, давай наймем. У меня больше вариантов-то нету. Хотя, может быть, уже пофиксили. Может, лесных стражей я тоже смогу пополнять. Давай, ладно, попробуем. Только мне надо туда тоже отступить. Сейчас перегруппироваться с армией. Ну куда же так далеко отступаешь-то, а? Зараза, куда? Куда? У меня там столицу сейчас брать будут. Не, пока нет. Они только Можайск хотят лежать. В принципе, я, кстати, даже Можайск могу отдать, схитрить. Потому что у меня столица в другом месте. И мне, в принципе, это Можайск-то... Заодно от штрафа избавлюсь. И захвачу вот это вот. Сконцентрируюсь, так сказать. А потом уже с ними разберусь опять. Что мне на них тратится? В принципе-то... Они хотят Можайск. Пускай они его получат. Конечно, могут они слишком сильными стать, но... Посмотрим. Так, армию распустил. Все нормально. Престиж не пострадал особо вроде. Так, какого опекуна получит? А кто он? Он дипломатом должен быть. О, отлично. У меня есть как раз дипломат крутой. Надо тоже другим выбрать. Нет, пусть... Блин, он управленец. Интеллект, властность. Почему? Почему у него красненькая к дипломатии? Пусть дипломатом тоже будет. Так, а кто ее пленил-то выкупить? За 10. Козлы, блин. Я же ее даже посылал кому-то на обучение. Нет, не дипломатия, а у нее интриги должен быть. Фокус. Так, войну пока не могу объявить. Ну ладно, ждем. Воители малочисленные. Да, я, видите, могу больше нанять. И, конечно же, давайте их наймем, потому что они очень крутые. В поединке, правда, там какой-то лоховской был. Воители, ну да ладно. Так, врач есть. Есть узники, все. Опять сын тоже, какого опекуна, тоже ему дипломаты дадим. Сколько мне лет-то? 36. Еще запас есть. Так, 81-й год, а у меня перемирие до 82-го. До 22-го мая, ждем. Да ладно! Священная война за влождество Путивль. Хазария. Ну, отдаем, просто отдаем сейчас туда. Не, я не буду с ними. Пусть забирают. Херово, конечно, но что делать? Мы просто не вывезем сейчас с ними. Так, какие-то крестьяне у меня тут подняли мятеж. Но с ними-то уж придется схлестнуться. Знаете что, я не знаю, как там будет, но, возможно, нам придется... Возможно, нам придется изменить свой основной титул. Потому что... Чтобы стать вот этим вот киевским, да, владычкой... Хочу стать владычицей морской, как говорит. Возможно, нужно основной титул сменить будет. Потому что я там... При законах наследования, я не помню, там делится самый большой титул, отдается сыну, или самый... Этот, как он называется? Или ваш основной только титул. Но, в принципе, это можно посмотреть. Конфедеративное. Ваши титулы будут поровну поделены между вашими детьми. Для младших наследников держава могут быть созданы новые титулы. И при наследнике все титулы, которыми владел покойный правитель, поделять между собой и понятно. Наследнику всегда достается первый титул. Столица державы и все соответствующие до юры титулы. Первый титул. Но мы сейчас посмотрим. Первый титул. Это что? Первый титул – это самый значительный титул правителя, с которым этот властитель чаще всего отожисляется, и от которого зависит герб и название державы. при наличии нескольких титулов одного уровня вы сами выбирайте первый титул короче сейчас посмотрим так с крестьянами мы победили это все понятно конечно же его казнить так распускаю этот король у них в плену у кого-то покорить персонажа они уступают первый титул персонажа да все становится вашим вассалом но он не вассалом становится я его как бы может на герцогство за фигами до его покорять если мне это нужно основным титул сделать до герцогства так главное не проморгать там хотят нападать на пусть нападает так войне соперника мне нафиг истинный владыка готовность принять предложение вассализации плюс 25 тоже кстати неплохая штукенция смотри как оооо подожди у меня же наемники то собран а где наемники чё контракт с ними закончился да вообще с наемниками вообще херово вышло еще и командиром я нету написано равное но к ним сейчас подкрепление подоспеет короче ситуация херово и не могу нанять отступить то я смогу через восемь дней они сюда чистку через 14 не да смогу надо их опять на битву напротив реки какой нибудь вот сюда вот так лучше вообще подождать и по одиночке их разбить так идут на меня скорее всего проиграю пишут отступаю тихо тихо ёпта ты чё творишь не получилось за микроконтролить нормально жопа нанять некого ну вот могу только нанять еще рыцаря одного но я их уже приглашал тоже блин не могу получается жопа нам у них там 1424 в том числе легкая кавалерия которая получит преимущество это очень фигула ладно короче союз придется так графство не знаю мне помогут или нет матролинейный брак могу так союз у них очень маленькие войска может быть еще что-то могу найти может быть я с минском могу заключить союз у него вроде честненьких войн нету матролинейный нет не могу но придется отдать им дочь они сильнее и они мне эту войну затащит выбора нету может быть я конечно с победил банк так союз есть и конечно же я призываю наверное 150 престижа хотя это стоить будет мне надо призвать нафиг эти риски че я зря с ними все я призвал к тому же я проигрываю да я проиграл так что все абсолютно правильно сделал все союзники идут пусть сейчас тащат мне эту войну дочки в те времена увы именно для этого существовали да и не только дочки да и парни тоже ну вот какого хера ой теперь я победил один где мои союзники точнее чего не так долго ходят минус восемь процентов так захватил давай столицу брать майки козлины давай здесь перехватить все армии разбили захватываем опять столицу союзники помогают отлично 5 они сейчас будут пытаться мою захватить на их надеюсь впервые захвачу у них уже даже нету на саду не хватает людей все 86 процентов важных заложников захватил контроль неполный допустима полным сделает так а чё такое то решение составить эпос это может много золота потребовать давай лан григорий кто будет писать высокий шанс создания выдающегося эпоса неопределенный шанс григорий а кто это ученые ну давай григорий даже в минуса ушел и увеличить свой престиж когда я вас будет мне и моей судьбе семейная история увеличу признание до признания надо нет свой престиж мне не надо благочестина до признания мне сразу стоило просить об этом где союзники то алло вы чё не помогаете мне то посмотри что они творят они просто стоят здесь на приколе легендарные инновации ваш опыт военном деле инновации до союзники ой а чё это мы проиграли лол это они с кем-то в союз что ли вступили до с гордариками а хирить я думаю чё такое они с гордариками в союз вступили придется мне сейчас тоже чё-то еще как-то выкручиваться такс заключаю союз с волынью но это не наследник мой союза там поменьше его брат но все равно пускай опа опа пока пока не проиграли просто это чудом повезло короче потому что тут решающее сражение тем временем проходила мы бы его проиграли но но нам нам повезло все у это было близко но согласитесь сколько я всего отбил я заслуживаю так титул детям опекуны выкуп заперс на герцогство киев надо создать бабло нужно пока бабло нету как раз выкуп могу взять давайте так дочь ну по интригам надо кого-то тайный советник пусть и поднатаскает это сын пусть тоже диплом пусть другой сын его обучает владарь может вступить в брак это наследник с минском у меня и так союз горда река я бы какой-нибудь союз них там есть какая-нибудь не хотят смотри почему заключает невыгодный брак ладно пока оставим это на черный день пока подкопим деньжат чем не надо конечно был управлен сейчас перейти чтобы деньжат подкопить потому что потому что там есть за влияние чтобы я получал больше всего да наверное надо на управлен сейчас сменить потребовать выкупа за влияние нам за богатством канцлера я заменяю наследником потому что канцлер никудышный у меня все улучшать международные отношения отлично этот пусть развитие здесь улучшает так этот все прокачано так в киеве и давай столицу сюда перенесем в киев пахотные земли однозначно все перенесли к сайт здесь уже даже он много всего 150 престижа либо истории и интриг силы сопротивления поискам в эпос типа что включить на 10 лет она пускай интриги тоже будут пускай и вы получили ожирение составлен превосходный семейный эпос на 10 лет престиж плюс 5 в месяц признание плюс семьдесят пять шикарно покидает двор так вы на этом приспростимся здесь только тебя всего ждет вы потеряете да нафиг он не нужен пусть покидает за 50 монет 50 монет для других целей нужны меч с надо вообще чтобы у меня этот сбросить вес а как 40 стресса я получу нет это опасно ну или давай попробуем у меня есть запас еще по стрессу просто по деньгам конечно фигу все призывать войну окей так с кем у меня там война где волынь против вот этих ну вал у волынь и так по идее больше людей но она может проиграть конечно мне тоже невыгодно и ты польша они тут что-то меня они на меня то что она подали ну давайте поможем так надеюсь что в минуса я не уйду сильно большие блин все равно доход встал зараза успели сюда через 32 дня но они раньше она проиграют да так мы чё-то захватили сейчас к столице к их пробились да ладно 50 за врача охренели что ли не стану нанимать пусть сифилисом болеет ходил там по всяким местам злачном у меня тут блин понимаешь вопрос благополучия я кого-то на костре сжег но делать нечего люди очень темные ну чё там союзники так долго тупят верность у своей конфессии понятно что я славлюсь выкуп за персонажа давай так по интригам чахотку дочери блин опять 25 но придется пожертвовать наверно придется пожертвовать как бы это дочь сейчас у меня сейчас у меня к сожалению другие планы мне нужно титул создать сколько он стоит 125 денег вообще нету дальше пооооооооу че же они так тупят то с этими захватами со всеми из-за бесчусь нет у нас места для такого сброда извините меча со стрессом и так вам так еще и мне тут на костыляли короче я внес свой импакт войну пусть пусть дальше работают эти союзники так у меня там он армии почти не осталось бы так выплаты за влияние вот вот это нет куда более интересно и чё все на не могу да пока низкого по 3 владения у меня очень много эта проблема штрафы большие ополчения налоги на поэтому меня и нету а тут парадокс получается я не могу выплаты за влияние так ладно давайте во первых вот этот закон примем во-вторых искать секреты шанс узнать тайну пускай при моем дворе естественно ищет может быть я и смогу после этого так влияние вот это вот пожилая можно и на нее провиски тоже начать выплаты за ли он ищет пусть мне деньги нужны срочно чтобы титул создать узнать теперь персонажа земосыл тяга к извращениям ну за массы у опа за сотку а чужой как это не то так 145 а сколько надо еще все я могу создать отлично вождество киев титул ранга графства подожди подожди стоп у меня сейчас какой титул вождество козельск или козельск мне нужно вождество киев она же она же больше меня я думал это как герцогства нет у меня тоже титул ранга графства нет это вообще не то нет подожди я запутался титул ранга герцогства герцогства титул ниже королевства и выше графства нет все таки все правильно просто и до евро столицы это а так ты у меня герцогства отлично теперь вы могущественный верховный вождь вот теперь титул уже не так будут теряться при наследовании яй а чё это кого-то у меня выкупит за 25 за 20 не примет падла малая польша пленила одного из сыновей давай тогда наследнику какие-нибудь лишние дарую типа кроме у кроме плодородных земель только хотя он так эти плана давай 00 в месяц значит житомир и чернобыль а это там какой тип местности леса житомир равнины давай без проблем а и корсу не щуп же а корсу никакой тип местности равнины тоже до 3 штучки краса дам наследнику все равно на так все получит надеюсь так штраф стал поменьше доход побольше еще чем быть одно осталось отдать приглашаем конечно же претендентов так смотрим чё по армии могу еще собственно тут болот много опять же вот где тут болото в принципе нет но в принципе можно вот эти просто болото постараться обойти на холмах у меня конечно штрафы есть тут и равнин много и у меня столицы не наверное наверное конницу но на холмах там не такие критичные штрафы вот холмы урон минус 5 в принципе нет все равно нормально да просто нужно аккуратно действовать давайте конницу пока у меня престиж есть так сказать все армия нужна максимально сильная просто будем с опаской на болото заходить здание помешать поиск продолжай искать секреты блин ладно пусть печать монет чекань золотые монеты с моим портретом пусть с моим портретом победили союзнички в войне так надо сейчас посмотреть это титул то мой основной великое вождество киев по идее да кстати из него все равно могу рутению ты сделать но у меня еще не хватает новосиль надо разбить по-любому он сильный туров еще волынь это все-таки союзники у меня пока есть союзники на василь надо разбить претензии ваши нет покорить персонажа тоже могу кстати вторгнуться в королевство нафиг завоевать герцогство нет давай покорить персонажи и потом у него отберем эти титула на храм нам надо еще сына выкупить подожди армия ты готова нет еще армия не готова тогда ждем так сына выкупи все выкупи выкупи опять меня войну призывают так могу я этому сыну учетом звягель нет козельск как раз я ему отдам чтобы а штраф избавиться отлично 5 крестьяне поднимают бунт мы их подавим так а чё за война плотск опять литва что ли на меня нападают на моих у моих союзников меньше войск на опасная ситуация можем проиграть я потеряю союзника еще эти мудаки свои позиции усилят блин немножко рушит мои планы нужно на новосиль нападать но как бы то ни было мы уже приумножили свои ты сказать владения и выбились из ничтожества великие герцоги надо только деяния соответствующие подобрать а что будет дальше с козельском и как мы будем действовать вы узнаете уже в следующей части прохождения пишите свои комментарии не забудьте поставить лайк подписывайтесь есть не подписаны благодарю за внимание